Открытие павильона номер 23 анонсировали еще на заседании правительства. Резиденция традиций – это первая из трех новых локаций, которые представят рязанцам до конца года. Здесь выставлены самые известные областные бренды. Михайловское кружево, Кадом Венис, Скопинская керамика, Шиловская лоза. У каждого своя особая история. Когда мы с тобой поняли, что для них пользуется популярностью вот такое изделие, один из них умудрился узнать секрет глазури. И обратите внимание на стену. Видите, большие красники. Мастера начали делать на высот очень большие детальные и сложные изделия, которые бросались в глаза. Кроме этого, в павильоне есть и творческое пространство – зоны для мастер-классов по народному декоративно-прикладному искусству. В этот вечер здесь, например, обучали гончарному мастерству. Мы продолжаем развивать нашу ВДНХ, наш торговый городок. Замечательное место, которое, к сожалению, достаточно долго было в таком заброшенном состоянии, сейчас обретает новую жизнь. Здесь мы выставляем все наши основные промысла. Причем важно то, что на них не только посмотреть можно, но и можно приобрести самые понравившиеся и интересные изделия. Ну, конечно, здесь же можно участвовать в интересных мастер-классах, которые тоже приобщают вот к этим нашим замечательным народным традициям, народным промыслям. Говоря в целом о торговом городке, Павел Молков анонсировал открытие к Новому году еще двух павильонов музеев – молодежного движения и чая. Полностью же восстановить одно из главных достопримечательностей Рязани власти намерены до конца следующего года. И там тоже будет на что посмотреть. А в резиденции традиций губернатор с особым интересом рассматривал предметы скопинской керамики и, по его собственным словам, не ушел с выставки с пустыми руками. Субтитры создавал DimaTorzok